Спасибо за внимание. Например, в прошлом году я видел, как начиналась война на Донбассе, как развивались эти события, как фактически развертывалась та самая гибридная война, о которой мы сейчас говорим. Был я и в августе 2008 года в Южной Осетии, в Скинвале, я видел, как начиналась, как закончилась Минско-Грузинская война, поэтому как бы мог сравнить эти два конфликта друг с другом. Но можно сказать, что предпосылки к той самой гибридной войне, которая сейчас так успешно применяется в Украине, уже были тогда в 2008 году, хотя Россия выбрала тогда метод второго, прямого военного вторжения. Но предпосылки уже были тогда, и только сейчас, в прошлом году, та самая гибридная война показала себя, так сказать, в полном свете. В первую очередь, в захвате Крыма, и потом уже в развертывании военной операции в восточных областях Украины на Донбассе, в первую очередь. Соответственно, ключевые позиции этой войны, это разжигание неких сепаратистских настроений, захваты влажных государственных зданий, военных и гражданских объектов, или силами местных каких-то организаций, или при помощи неких неидентифицированных людей, которые пресса позже назовет зелеными человечками. Пока западные политики, отопе по такой наглости, будут пытаться доказывать России, что именно ее войска захватывают объекты в Крыму, именно ее войска переходят границу с Украиной и привозят туда, собственно, завышенные тяжелые техники, включая танки. Дело оказывается уже сделано, мир стоит перед фактом оккупации, перед фактом аннексии, а те самые солдаты, которые еще несколько месяцев уже вообще не существовали, вдруг получают медали, ордена перед камерами, перед телекамерами, ну а на все обвинения в том, что главы, что лидеры российского государства лугали, они остаются просто как бы неуслышанными, потому что если Россия идет на такой шаг, как, например, фактически срыв Будапештского соглашения, как коллега здесь говорил, где она будет выступать о гаранной территориальной целостности, также вообще можно надеяться, что она будет говорить какую-то правду о том, что ее военнослужащие воюют в Украине. Новая тактика, тактика гибридной войны была настолько успешной в Украине, в первую очередь в Крыму, что я лично считаю, что очень наивно предполагать, что дальше Украины тактика применяться не будет. Конечно, она будет применяться, тем более, что ситуация в Украине, опять же, как мой коллега заметил, вполне уже скатывается к замораживанию конфликт, превращению конфликта на Донбассе в некое подобие грузинских армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе, где конфликт остается замороженным, где ведется, может быть, некая позиционная война, когда ведется в Карабахе, где происходят постоянные стычки на линии соприкосновения, но в целом статус-кво остается одним и тем же, просто он разжигается в то время, когда какой-то из сторон это выгодится. Вполне возможно, что сейчас Россия пойдет и на некую новую операцию, на новое применение своей новой тактики, тем более, что одна из функций гибридной войны, которую мы в полной мере видели в Крыму, это презентация новых возможностей российской армии, модернизированных возможностей российской армии. Мы в 2008 году насмотрелись на колонны старой российской бронетехники, которая вытянула из Атропского ущелья при втажении в Южную Осетию. Мы видели, как эти заглухшие колонны стояли, их чинили через каждые 50 метров. Можно сказать, что теперь Крыму мы можем полюбоваться на совершенно иную картину, на новейшие образцы бронеавтомобилей, на новые бронетранспортеры, на новые танки, на тех самых зеленых человечков в форме от Юдашкина, которые разительно отличаются от той картины, которую мы видели в 2008 году. Сейчас готовится активно парад 9 мая. В Москве, в Кремле будет представлена новая линейка российских вооружений. Уже просочились фотографии российского нового российского танка «Армата», который, по идее, должен стать одним из основных боевых танков российской армии. Будут новые самоходные артиллерийские установки. Основу вертолетного парка будут составлять вертолеты К-52, которые теперь закупают такими большими партиями, что их уже можно считать принятыми на вооружение в больших количествах. И, опять же, наивно, с моей точки зрения, предполагать, что этому новому вооружению, которое уже массово поступает в российскую армию, не предстоит какая-то обкатка. Итак, где будет происходить эта обкатка? Буквально несколько дней назад я наткнулся на статью аналитиков из организации «Джеймстон Фаундейшн». А эти аналитики, собственно, предоставили странную статью российского эксперта Анатолия Чаплина. Он публиковал ее на сайте «Кавказская политика». Странность в этом случае в том, что эта статья через два или три дня исчезла с сайта, она осталась только в кэше гугла. Но известно, что из интернета больше уже ничего давно не исчезает. Написано, что статья называлась «Кавказ цвета хаки». Она концентрировалась на учениях, проходящих в Южном военном округе России. Господин Чаплин предоставлял свою информацию о сосредоточении военной техники в Южном военном округе России. Он пишет, что военные части округа ударными темпами получают свое распоряжение новейшей модификации боевых машин, новейшей модификации стрелков, оружий, технических приспособлений, радиолокационных приспособлений. Идет активное переобучение как рядового военного состава Южного военного округа, а также командующих офицеров. Масштабные учения с привлечением десантно-штурмовой дивизии Каспийской флотилии проходили в феврале в Дагестане, например. Мотострелки обкатывали новую технику, включая новые бронеавтомобили «Тигр» производства корпорации «КамАЗ» в Чеченской республике. И уже по вполне официальной информации Минобороны России в неких неназванных горах Ставропольского края происходили учения штурмовой авиации, причем отрабатывались действия против войск в гористой, в скалистой местности, причем в ночное время. Ко всем этим учениям привлекались тысячи солдат, то есть десятки тысяч солдат. Поэтому вполне резонно предполагать, что их целью были не локальные операции против боевиков под поле в Чечне и Дагестане, а некая другая операция. Так, опять же, что же может стать следующей целью для уже модернизированной, обученной и оснащенной армии, а также и ободренной недавними военными успехами, в первую очередь, в Украине? Чтобы предположить ответ на этот вопрос, можно посмотреть на карту региона и вспомнить события войскового года. Что получила Россия после августа 2008 года? В первую очередь, она получила исключительно удобные военные плацдармы в Абхазии и в Южной Осетии. Там сейчас находятся тысячи военнослужащих. Там созданы и отремонтированы, восстановлены старые советские, как наземные, так и морские, авиационные, вертолетные базы. Ближайший военный пункт российской армии находится в грузинской столице всего лишь в 40 километрах. Можно хорошо предположить, что такой плацдарм отлично подходит для проведения любой военной операции. Какое-то полномасштабное военное вторжение, так сказать, старомодное, так и вброс неких зеленых человечков, как мы видели в Крыму. С военной точки зрения, фактически, эта операция обречена на успех. Фактически, причина вторжения тоже долго можно не спорить. Если в Кремле захотят провести маленькую победоносную войну, то сейчас, наверное, лучшего варианта, чем Грузия, сыскать будет трудно. В первую очередь, потому что в стране правительственный кризис, власть теряет свой рейтинг, теряет доверие населения. В стране ухудшается, как коллега Зарваджана заметил, в стране ухудшается социально-экономическое положение. Грузинская армия в очередной раз сменила свое руководство. Талантливые грузинские офицеры покидают страну, в том числе для того, чтобы принимать участие в военных действиях на территории Украины, ну и потому что разочаровались вообще в командовании грузинской армии. Например, я знаю нескольких очень талантливых офицеров, которые уехали служить, например, в Дубай, где они получают огромные деньги, но Грузия потеряла талантливейших своих офицеров. Поэтому сейчас это все дает отличные шансы на фактически безболезненную операцию, может быть даже более безболезненную, чем она была в августе 2008 года. Ей можно достичь сразу несколько целей. Во-первых, обезопасить южные рубежи России, от стремящегося проскочить в НАТО соседа Грузии. Россия может получить долгожданный коридор в лояльную Москве-Армению, где располагаются, напомню, российские военные объекты. Если все это получится, то богатый углеводородами Азербайджан оказывается фактически окруженным и лишается возможности вести политику, балансирующую между интересами российскими и между интересами Запада. О первом о коридоре в Армении говорят уже давно. В прессу, в обществах периодически вбрасываются планы восстановления, в первую очередь, железнодорожного сообщения между Россией и Абхазией через территорию сепаратистской Абхазии. Пока что грузинское правительство не высказывает особого желания их осуществлять, но это рано или поздно переполнить чашу терпения Кремля, и, возможно, наш северный сосед решит пойти совсем другим путем. Еще одной предпосылкой или подготовкой к конфликту можно назвать и не так давно объявленный проект строительства автомобильной трассы в Дагестане, которая фактически упирается в грузинскую границу на северо-востоке страны. Трассу, я лично сомневаюсь, что эту трассу строят для снабжения горных дагестанских аулов. В правительстве Грузии строительство не сочли особой опасностью, но часть грузинских оппозиционных политиков и часть экспертов бьют три волны из-за этого. Если и этого недостаточно, чтобы заволноваться, то можно вспомнить и характерные особенности той самой гибридной войны, о которой мы сейчас говорим, создание пророссийских настроений в обществе, в обществе тех территорий, которые готовят для вовлечения в русский мир. Пророссийские настроенные организации в Грузии после смены власти в 2019 году возникают как перебыв после дождя. Они, может быть, скрываются под маской неких просветительских, правозащитных, образовательных организаций, но фактически они занимаются тем, что, так сказать, создают позитивный имидж в новой российской стратегии, апеллируют к ностальгии населения по, в кавычках, беззаботным советским временам и дискредитируют евроатлантический курс Грузии, который следует последние более чем 10 лет. И, опять же, надо сказать, что эти организации выбрали как можно подходящий момент для своей работы. В Грузии очередной экономический спад, опять правительственный кризис. Виноват в этом и Запад. Запад уже очень долгие годы кормит Грузию завтраками, не посылает четких сигналов о возможном прогрессии в деле интеграции в Европейский Союз, в НАТО, другие структуры. Даже такая небольшая уступка, как облегчение визового режима со странами Шенгенского соглашения, как была Молдова недавно, для Грузии оказывается уже отложенной на неопределенный срок. И для Украины тоже. Буквально сегодня наш министр иностранных дел заявил, что от саммита в Риге нам не стоит ожидать того, что нам облегчат, собственно, визовый режим. Виноват, конечно же, и грузинское государство, кроме всего прочего, и потому, что так и не представило за долгие годы, как и новое правительство, так и старое правительство, никакого вменяемого плана по работе в регионах, компактно населенных этническими меньшинствами, там, где так и не проводятся обменяемые социально-экономические, образовательные проекты, не осуществляется достаточная интеграция этих людей в грузинское общество, а значит, они могут быть очень легко использованы для неких провокаций. Если взглянуть на западной границе России или зоной российских интересов, то можно увидеть, что ее соседи, такие государства, как Польша, едва Латвия и Эстония вовсю говорят о военной угрозе, вовсю готовятся к этому, туда перебрасываются войска, там создаются новые противоракетные какие-то комплексы обороны. И это несмотря на то, что это страны-члены НАТО, и агрессия против них чревата чуть ли не Третьей мировой войной, то мы, в нашем случае, мы как-то остаемся спокойными, и мне кажется, что это как спокойствие кролика, который сидит перед удавами. Спасибо огромное. Пожалуйста, если есть вопросы, можете задавать. Представьтесь только сначала, и потом вопрос. Можно, Максим? Десант Грузов, свободная зона. Максим, у меня вот такой вопрос. Сейчас у вас идет война, вы говорите о том, что население помогает армии, но в то же время, знаете, как в Украине это происходит? Час региона фактически охвачен войной, и фактически на территории Украины идет война, и в то же время большая часть населения, никак в эту войну фактически не улучшены. Люди опять же продолжают жить, военные войны ничего не чувствуют. Есть ли какие-то поближки к тому, что все должны понять, что, собственно, в Украине не где-то там периферийная война, а идет война государства против государства? На самом деле, есть ли какие-то поближки в этой войне? Спасибо. Ну, во-первых, в Украине большинство граждан понимают, что в стране война. Во-вторых, дело в том, что некое непонимание, как Вы говорили, это и есть одна из отличительных сторон с самогибридом. То есть нет прямого военного вторжения, а значит нет войны. Но все понимают, что за этим скрывается. За этим скрывается настоящий военный действие. Что еще? Извините, просто, может, то, что до сих пор Украина не прервала дипломатических отношений с Россией, это как-то способствует? И если припосылки к тому, что в конце концов прервутся эти отношения, и как-то повлияет вообще на страну, возможно ли? В этом одна из самых главных ошибок предусловия руководства страны. Как Вы знаете, у нас даже президент является собственником большого бизнеса. Одна из его шоколадных фабрик находится в России, в Либицке. И он пока не собирается сворачивать производство либо какие-то отношения с Россией. Бизнес идет, бизнес разлетает, все нормально. Можно ожидать активизации заказчика подъемпорожек, и зато может быть, может быть, есть интересы в России. Активизация соглашений, он очень агрессивен, потому что, наверное, он абсолютно не в том, чем Россия. И вот из-за того, что у человека есть интересы в России. Ну, соглашения есть, но нет интересов. Ну, соглашения есть, но пределы есть интересы.